Приветствую, друзья! На связи Станислав Орехов и у нас снова сегодня новая интересная планировка. Ваша любимая рубрика. Я знаю, что вы любите разборы и всегда есть что посоветовать, посмотреть, показать. И это очень здорово, потому что сегодня у нас 84 метр квартиры. Мы ее разберем и дадим некие рекомендации хозяевам. Напоминаю, что у нас есть обучающее мероприятие, обучающий курс, где я вас также учу разбираться в этой теме. Если вы хотите сделать себе квартиру, можете также обратиться, посмотреть и уже детально ее сделать себе самостоятельно, без дизайнера. Ну, либо с дизайнером, но умея его контролировать. Либо, если вы хотите сами стать дизайнером и заниматься этой темой, то тоже пишите, обращайтесь. У нас есть специальный курс, на котором я лично учу вас профессиональной теме по дизайну. Без воды, без всякой суеты. Итак, давайте посмотрим. Квартира у нас 84 метра. Да, хочу сказать, что для того, чтобы мы сейчас были на одной волне, я сейчас даю некоторые рекомендации и комментарии. Эту квартиру я еще не видел, то есть специально я ее смотрю со свежего, с чистого листа. Какие-то рекомендации я вижу, сразу даю, какие-то не даю. Если вы хотите вдумчивого, детального анализа, то вы тоже можете это сделать. Это платная услуга, но в принципе, как и любая работа, должна быть оплачена. Поэтому, если вам ценно, если вы хотите, чтобы я разобрал детально вашу планировку, то здесь с ней надо будет посидеть чуть подольше. Соответственно, вы можете оплатить эту услугу, и мы это сделаем, и я вам детальный ответ, компетентный экспертный анализ дам. Поэтому пишите, если это необходимо. Сейчас же мы продолжаем смотреть в экспресс-режиме, экспресс-варианте, но тем не менее он тоже интересен и полезен будет. Давайте посмотрим. Итак, мы заходим, попадаем в основную зону. Здесь у нас, естественно, должно быть какое-то место для того, чтобы положить ключики. Это мы уже с вами помним, знаем, любим. Также желательно, чтобы у нас была какая-то банкетка, либо пуфик. Здесь его нет, насколько я понимаю, это зеркало. И здесь какая-то тумбочка, где будут невысокие столики. Нужна банкетка, потому что завязать шнурки, посидеть там пожилым людям, ну и в целом детям тоже будет очень полезно. Здесь есть место, я рекомендую разместить. Я не рекомендую никогда делать вот такие шкафы, Г-образные. Лучше всего как раз сделать шкаф в данном случае, это даже экономически более целесообразно. Шкаф сделать до конца, вы ровно практически то же самое место, вот как и здесь, такое же точно расстояние, вы практически здесь добавили. Сюда вот у вас все равно не будет какого-то доступа нормально, вы не будете пользоваться этим углом, а так будете пользоваться. И вот в это место спокойненько можно пуфик разместить без каких-то проблем. То есть вы одновременно сделаете и пуфик, и шкафчик у вас будет практически такой же. Ну может быть немножечко он будет отставать. Вот такие вот угловые вещи, в общем, я не рекомендую делать. Так, давайте посмотрим вообще, в общем, на нашу зону. У нас два балкона, центральная какая-то зона. Ну то есть у нас три окна, в принципе, неплохо, можем сделать три хорошие комнаты. В чем проблема возникает здесь, сразу же скажу, что вот в коридоре вот здесь, получается, нету света. Ага, четыре окна, еще одно окно есть, вот здесь свет есть, отлично. Хорошо, тогда мы заходим, вот это вот основная у нас зона. Здорово, что тут много места, что можно зайти спокойненько разложиться. Ну как разложиться, разойтись, да, чтобы не было какого-то столпотворения, если сразу же несколько человек зашли. И поэтому здесь хорошо. Дальше, давайте даты рисуем, как примерно мы рекомендуем. Куда мы пойдем? Давайте вот в эту зону сходим, в зону номер два. Два это у нас гостиная. Гостиная, окей, гостиная достаточно маленькая, но ничего, хорошо, пусть будет. Что у нас еще? Да, вот это вот несущая конструкция и кухня здесь. Здесь у нас, тем самым у нас планировка избавляет от возможности соединить кухню и гостиную, что я очень люблю делать, кухня, гостиная, столовая. То есть идеально, конечно, было бы вот так, если бы у вас была здесь кухня, гостиная и столовая, а здесь, допустим, две спальни, вот это вот, чтобы не было вот этой стены. Ну, работаем с тем, что есть, и переместить это нельзя. Ну, хорошо, здесь диванчик. По масштабу надо проверить, есть ощущение, что, может быть, он немножко маленький. Здесь телевизор, ну, в принципе, нормально. Стояние, может быть, немножко большое, больше, чем нужно, но хорошо. В целом, устраивает. Дальше здесь рабочее место. 700 на 1400, отлично. 700 хорошее значение, иногда очень сильно пытаются мельчить. Здесь, в принципе, все нормально, хорошо. Так, что еще? Ну, для уюта, возможно, здесь имеет смысл сделать какие-то, допустим, для книг полочки. Таким образом, чтобы вот это вот все пространство, оно как бы опоясывалось. Вот я вижу здесь. А, ну, здесь, скорее всего, будут тоже полочки, не полочки. Вот это не вижу, что это такое. Стеллаж. А, вот, стеллаж и есть, отлично. Вот этот стеллаж можно продлить там как-то за диваном, встроить идеально, если бы было вот этот вот стеллаж каким-то таким вот вообще обрамляющей конструкцией. И, может быть, я бы даже его еще пропустил вот сюда по дизайну. И дверь может быть встроенной. То есть, такую кабинетную тему здесь сделать, возможно, да, чтобы стеллаж, он шел как бы по периметру. Таким образом, вот это все помещение будет таким как бы утопающим либо в книге, либо в каких-то панелях. Ну, вот это, в принципе, было бы прикольно. То есть, тогда само по себе оно будет такого иметь кабинетный некий тип. Ну, мне кажется, это интересно. Со встроенным диваном и отдельным таким стольком. Вот, это будет неплохо. Так, ну, здесь, в принципе, все хорошо. Если вы внутрь вставляете шторы, то лучше их делать, ну, как не такими, да, а линией. Потому что это будут, скорее всего, раздвижные шторы римские. Так, заходим в спальню. Спальня. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, лучше указывать ширину спальни, сколько тут получается, чтобы было. И здесь мы смотрим на шкаф. Ну, вот не знаю насчет шкафа, да, что вот мы так на него прям смотрим, насколько это комфортно и классно. Я бы разместил все-таки, да, какой-то телевизор. Не знаю, нужно ли здесь или не нужно, чтобы с кровати смотреть на телевизор. Да, обычно, в принципе, делают, ну, чтобы там посмотреть вечером какой-то либо фильм, либо сериальчик, либо еще что-нибудь. Ну, если любят, если не любят, то не надо. У нас было такое решение, мы делали один из объектов. Примерно там такое было решение, но там был шкаф отдельно, да, и отдельно был телевизор, да, спускающийся, не спускающийся, а встроенный в этот шкаф. В общем, так можно делать. Понятно, что здесь будет не так много тогда и не так удобно места с вещами, да, но тоже можно придумать конструкцию. Если на телевизор нужно, в общем, можно разместить. Дальше, заходим на балконную часть. Здесь еще один стол, рабочее место. Ну, здесь, в принципе, хорошо, да, где-то оба тренажера. Согласен. Переходим в следующую зону. Здесь зона номер 4, это у нас детская, отлично. Кроватка. Ну, кроватку, мне кажется, все-таки лучше в окно смотреть, потому что ты смотришь, ну, как-то на шкаф, как-то не очень круто. Кстати, почему часто так вот я встречаю, когда разбираем комнаты, квартиры, очень часто смотрят не на окно. Ну, лучше, конечно, на окно смотреть, это поприкольнее. Так, шкафы раздвижной, хорошо. 550 маловато, все-таки лучше 600 сделать, чуть-чуть побольше. Здесь стол, отлично. Вот это что такое? Скамейка для места для хранения. Ага, это посидеть. Хорошо, хорошо. В общем-то, вполне пригодная спальня. Идем дальше. Ванная комната. Ванная комната. Есть ванная, есть умывальник, есть унитаз, отлично. В общем-то, не вижу проблем, здесь все хорошо, более все учтено. Молодец. Дальше. Ну, единственное, что дверь, я бы все-таки внутрь сделал открывание, так же, как и здесь. Что это такое? Стерельная машина. И здесь, наверное, полочки. Стеллаж здесь и здесь, наверное, какой-то стеллаж тоже должен быть, скорее всего. Ну, хорошо, да. И переходим на кухню, смотрим, что получается. Кухня Г-образная, отлично. Стол. Ну, здесь, к сожалению, по-другому не сделано. В этом человеку будет очень неудобно, поэтому стол лучше сделать поменьше, наверное. Хотя здесь, я не знаю, сколько человек проживает, потому что 6 стульев. Вот сюда, вот здесь, вот эти люди не поместятся. В общем, скорее всего, стол будет как-то вытаскиваться, да, и в вытащенном состоянии уже как-то использоваться. Возможно, имеет смысл сделать круглый какой-то стол, может быть, вот так. В принципе, те же 6 человек может поместиться сюда. То есть, вот это положение, ну, мне, честно говоря, не очень нравится, потому что, ну, совсем как-то некрасиво, некрасиво смотрится. Попробуйте по ноферту посмотреть, есть ощущение, что круглый стол сюда вместится. Либо этот же стол тоже взять, в общем-то, возможно, он, не знаю, как-то вот так вот поместится, там, как барная стойка тоже может быть. Вот если вам нужно разместить действительно 5-6 человек, вот, возможно, так попробовать. Ну, в общем, такой вот стол у стены мне очень не нравится. Не будете вы же его каждый раз отодвигать. Вот с этим я бы что-то сделал обязательно. Это, наверное, одно из самых важных здесь упущений, которые можно сделать. Ну, здесь все хорошо. В общем и целом, планировка неплохая. Можно ли что-то там поменять, улучшить? Наверное, да. Каких-то проблем совсем я не нашел. Единственное, что хочется отметить, это все-таки вот этот стол, да, с ним что-то сделать. Что-то я его совсем зачеркнул, давайте вот так вот обведу. С этим столом что-то все-таки имеет смысл сделать. В остальном, достаточно симпатично. Поздравляю с хорошей квартирой, с покупкой, удачного вам ремонта. И если хотите научиться дизайну, приходите к нам на обучение. С удовольствием поработаем с вами. Хотите индивидуальный разбор планировки, присылайте. Мы вам предложим уже не только, я разберу сверху, да, но и дам какое-то решение, как сделать лучше уже более детально. На этом сегодня все. С вами был Станислав Орехов. Пишите комментарии, ставьте лайк, колокольчик, все, что требуется для продвижения социальных сетей. И увидимся в следующих сериях.